И в силу рада пожаловать колец из чеченской беспублики. Приветствуйте Мусан Асиев! Вы, так сказать, штаб-квартира ваша в Грозном здесь, да, в Чечне. Какие ощущения от турнира? Все-таки Чечня сегодня на душе населения обладает большим количеством участников подобных мероприятий, шоу. Добрый вечер, да. Сейчас у меня проходит здесь тренировочная сборка. Последний бой пройдет 6 июля здесь в Грозном. Что касается этого турнира, конечно, я до этого был на похожих турнирах как бы по FUFC и М1. И для меня это, конечно, здесь грандиозное шоу, очень красивые, очень красивые бои. И ребята, конечно, показывают волю к победе. И каждый из них достойного жена. Я помню у вас еще в Топусе чемпионат мира в 2001 году, и у меня один из любимых боксеров, мне понравился ваш бой с Валуевым. Повед, один из самых техничных. Чем собираетесь удивить вот в очередном бою? Чем возьмете? Все-таки возраст уже, да, подходит, и как бы опыта очень много. И борьба за чемпионские пояса сейчас очень тяжелая, да, в тяжелом весе. Что вам, что болельщик должен ждать от вашего выступления? Чем хотите удивить? Я не хочу удивить, не то, что хочу удивить, я просто хочу показать красивый бокс и выиграть этот бой. И, как сказать, доказать в первую очередь самому себе и всем людям, которые переживают за меня и болеют за меня. Я считаю, что Бухлан Чугаев еще покажет. Как поддержка главы Республики? Насколько он следит за вашим выступлением, за вашей подготовкой? Ну, поддержка главы Республики, конечно, вообще феноменальна. Он практически присутствует на каждом спарринге, на каждой тренировке, которая проходит сейчас при этой подготовке. И, конечно, он очень вдохновляет и очень настраивает и помогает на этот бой. То есть можно сказать, что у вас новый этап жизни такой? Конечно, можно сказать и так, да. Что пожелаете участникам? Впереди еще титульные бои. Что пожелаете зрителям и участникам сегодня? Ну, участникам, чтобы победил сильнейший и, конечно, чтобы все обошлись без травм. Меньше травм, конечно, потому что это праздник для людей и очень красивое такое здесь проходит мероприятие. Спасибо большое. Хотели пригласить вас на программу «Территория бокса» на бойце. У нас звезды приходят, так что мы попозже объединяемся телефонами и вас пригласим. С удовольствием. Ну, а сейчас приглашаю к микрофону менеджера Руслана Тимура Дугазаева. Тимур, здравствуйте. Я так понимаю, у Руслана новый этап в карьере. Все-таки теперь он живет в Чечне, тренируется, готовится. Что вы ждете от шоу 6 июля в Грозном? Все-таки такое масштабное событие. Такие события регулярно здесь проходятся теперь. Что ждете от этого боя? Конечно, ждем нас. Ждем победы, соответственно. Сейчас уже последний этап подготовки идет, уже завершенный день. Шестого. Любители бокса увидят хороший бокс. Есть оппонент тоже очень хороший. Уже дважды кто боксировал за предметы. Чемпиона мира по разным версиям ФБ и БФ. Мы надеемся, что Чагайл обязательно выиграет этот бой. Верим. Шестого посмотрим результат. Будем надеяться, что он выиграет обязательно. Вот сегодня он в республике Чечня готовится. И бокс сегодня один из самых популярных, пожалуй, самый популярный вид спорта в республике. Вот. Как проходит подготовка и сколько месяцев у него находится? Если честно признаться, сейчас то, что я уже вижу в городе, то, что как бы подготавливаемся, подвод очень серьезный. Соответственно, сам глава республики и материально, и морально поддерживал и полностью Орд Кометер возглавил, чтобы именно на высшем уровне все прошло. Даже по городу, если провестись, я как и живу в Германии, нас тоже проводят на высшем уровне соревнования. Поставлена задача высшего уровня мирового, чем в Германии, которые традиционно уже делают в двух соревнованиях. Уже большие плакаты, бандеры. В шестого, если будем снимать, то будет показывать. Мы увидим чуть-чуть доработки и чуть-чуть по-другому подойдем к бою. У вас как менеджера устраивает картинка, да, здесь? Наверное, такая же картинка будет в шестого числа, то есть качество. Россия приближается в стандартах, да, проведение боев уже мировым, да, моментом вот этих нюансов, да, когда все классно, все красиво. Уверена, что все пройдет хорошо, с точки зрения картинка, и зрители будут миллионы зрителей смотреть за боем. Да, в первую очередь, первый уровень и профессиональный подход. Соответственно, для любителя бокса, это, в первую очередь, популяризация бокса, профессионального бокса. Соответственно, такого уровня у нас, в первую очередь, в Чеченской спутке первый раз проходит такого ранга. Ну, в России у нас уже был такой бой, и второй по масштабу, я думаю, в Чеченской спутке будет. И в будущем еще дальше мы будем популяризировать и делать такие сорвания. А мы хотим пригласить на территорию бокса, программу популярную на бойце. У нас все звезды уже были, Рой Джонс был, так что посозвонимся, и, может быть, придете к нам на прямой эфир, если будет возможность. Еще раз, я не понял вопрос. На программу территорию бокса мы вас приглашаем на канал «Боец». У нас и звезды были, и Рой Джонс был, и многие-многие, и Поветкин, и Лебедев, и Проводников, и Ковалев. Если появитесь, нас будем благодарны в прямом эфире со зрителями пообщаться. Да, координаты оставим, и обязательно придем, как в Москве будет. Все, спасибо большое. Итак, вновь Лом Али Зорушев занимает позицию своего сокомментатора, и мы продолжаем наш репортаж из столицы Грозного города. из столицы Чеченской республики, город Грозный, по турнире под названием «Беркут», который проводит новая лига, лига ACB. Второй рейтинговый бой сейчас, простите, титульный бой. Муса Азиев. И Роман Дудаев. Рахман. Да. Ну, это, так сказать, друзья-товарищи. Только у Дудаева боев побольше, их восемь. Да. И представляет он клуб «Юсуп». «Юсуп», да. А это у нас тоже бойцовский клуб, он тоже находится в Чеченской республике. Ну, Алексей, но все равно друзья-товарищи, друзья-соперники. Друг друга очень хорошо знают, кто на что способен. Просто действительно… Давайте зрителям напомним, кто из противников в таких трусах. Спиной к нам Роман Дудаев, лицом к нам это уже… Муса Азиев. Наказал сейчас противника. Муса Азиев сейчас занимает позицию выгодную в партере. Интересный бой будет, интересный и бой получится. Как-никак они уже видели первого чемпиона, видели пояс, видели награждение и теперь уже… Начали охоту. Да, их это подстегнуло. Теперь пояс должен быть моим, как говорится. Теперь все бои будут. Вообще шикарные. Вот, смотри. Красивый эпизод. Бойцы хорошие, очень хорошие бойцы. Вот смотри, наудушающий старался. Терпит сейчас Азиев. Отказался, да, Рахман Дудаев от Азиевского? Таких боя, зал не знает за кого болит, все это игры-то знают. Но… Бой есть, бой, ММА, ММА, октагон, октагон и биться надо. Кто вам больше импонирует в этом поединке? Здесь я не могу сказать, кто очень… Оба бойца хорошие, очень хорошие. Но просто опыта у Дудаева поболее будет, побольше. Посмотрим, посмотрим. Ну, мне кажется, в три раунда этот бой не уйдет. Слишком уже много энергии отдали, они уже в первом. Да, да, да. То есть на фоне усталости будут пропущены удары или ошибки? Скорее всего во втором раунде что-то произойдет. – Дени, дни, 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 дни! Будет тебе, дни, бай, бай! – Не, 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 не! У死, бай! – Не, 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 пусть так! На кону слишком много. Целый титул, пояс. И трудно сейчас бойцам. Думаю тебе, мои люди. Давно друг друга знают, дружи хотя разные клубы я даже не знаю такие ситуации сказать алексеев действительно все покажу что у них сейчас на душе понятно пояс чемпионство бойцы бьются по-настоящему эффект наносит удар до конца раунда остается и поэтому удалось продержаться на спине мне так кажется вот по настрою бойцов правильно это октагон только спортивной форме разрешается поэтому ашата шагян вывел с октагона секунданта что нам ждать во втором раунде интересно интересно внутри да остается легкая заменка чуть позже начинается раунд так второй титульный бой за пояс и себе весовой категории 65,8 килограмма мусс азиев представитель беркута синий русал желтые вставками и рахман дудаев да боксер чуть поопытнее у него восемь поединков представитель клуба юсуп да очень много сил бойца отдали в первом раунде 5 минут борьбы без пауз вовремя для атаки выбрал момент сейчас рахман дудаев и роман умеет это вообще очень неудобный противник для любого бойца юркий цепки настойчивый знаешь такой очень очень такой болевой человек идет до конца всегда но и его соперник не хилый такой я бы не сказал бы очень достойный противник а да скорее всего сейчас подымут стойку бойцов у нас и еще одна пара будет очень известная пара Одноклубники Там вообще большая интрига Это Исрафил Махашев и Зелимхан Умея Свыше 93 килограммов Солидные бойцы Навстречу ногой По второму этажу Работал Мусаазиев Стараются конечно сейчас Файтеры Конечно 3 раунда Многовато В таких турнирах Но это правило Здесь вот еще что важно Умение бойцов экономить силы Это тоже наука целая И часто выигрывает тот кто сумел Сохранить необходимые кондиции Для воплощения нужного момента времени Или удара Или болевого Или физическая подготовка Три раунда Это и показывает Убираем Шмон Гал Рады видеть сейчас у нас одного из организаторов шоу Бехана Хасеева. Как вам турнир? Сегодня много звездных гостей здесь на мероприятии, но главное уровень, сама картинка телевизионная, много миллионов, аудитория на бойце. Ну и, в общем-то, это как-то бенефис чеченского спорта, можно сказать. Спасибо вам за то, что вы произносили на разговор. Обязательно, это действительно для нас большое событие, тем более наш марган тянется уже 3,5 месяца. За это время мы провели 8 этапов, и на сегодняшний день мы видим 9 этап в финал. И я думаю, что в финал удается. Вот эта лига новая Сибири, что вы ждете от нее? Как вот сегодня шутили, шутили такой чеченский аналог UFC. Ну, понятно, что желание большое развивать спорт. Этот здесь в Чечне, большое количество бойцов. Ну, все-таки, наверное, международные горизонты, да, это особое внимание им именно там. Нас не смущает ни UFC, ни Иван, ни ФСИ, ни Белатар. И все при этом с большим удовольствием, как и в организации. Но я скажу, что мы амбициозные, и у нас большие кланы и перспективы. Я думаю, что у нас все получится. Первые пять боев мы видели, да, четыре поражения бойцов «Беркута». Сейчас мы увидели, что отыгрались ребята в остальных поединках. Но сейчас сливки, да, с турнира. Я поставил вам пояснить, да. Своим почерком уже. Вы знаете, дело в том, что у нас более тысячи файтеров под нашим шести, скажем, филиалам. И нам приходится иногда обкатывать наш второй, третий эшелон. В этом смысле я скажу, что те ребята, которые проигрывали, у них не было достаточно хороших ярких боев. В принципе, они были в определенных застоях. Мы решили, что это подкатать. Есть площадка, нужно обязательно попробовать ребят, да? Дать им возможность набраться опыта. Конечно, тем более на таких международных турнирах. Во всяком случае, хотя бы начать с этого домашнего турнира. Самый главный бой сегодня – это бой бразильца с Абдул-Керимом Идиловым. Хотя будет еще интересное дерби. Вот два представителя клуба «Беркут» Махашевы в умею встретиться. Тоже публика пришла сюда. Вот то, что бразильец придет сегодня, выйдет точнее в октагон. Насколько это знаковое событие для турнира. Поскольку все-таки это выбор соперника, да? Это работа. Все-таки зарубежный боец. И привезти его сюда – это тоже возможность показать, что в Чечне сейчас налажены все процессы для мирной жизни, для спортивного сообщества. И это тоже ведь знаковый момент. Тогда спасибо, что мы хотели сейчас задать вопрос. Как раз-таки я хотел подчеркнуть, что у нас вся инфраструктура Чеченской Республики работает в полном объеме и довольно-таки положительной. С положительной тенденцией. И у нас мощная динамика. Мы давно наладили мирную жизнь. И мы пытаемся показать, что в нашей Республике не только умеет строить, созидать, но мы можем создавать спортивные шоу, культурные мероприятия. Я каждый раз повторяю. И буду повторять о том, что только культура и спорт могут вот эти вот начинания объединить многие-многие народы. И я с большим, скажем даже, восхищением вспоминаю те советские годы, когда миллионы, десятки, сотни миллионов людей жили как одна большая семья. Сегодня у нас были представители чеченского бокса, знаменитые Махит Магомадов, Руслан Тарамов. И Руслан Чигаев вот сейчас вот приехал сюда, в Чечне тренируется. Ну что ж, видно, что в Чечне не только не забывают своих героев прошлых лет, но и воспитывают новым. Вы знаете, не так давно, 30 ноября, мы провели турбин по профессиональному боксу и мы назвали его возрождением чемпиона. Да, мы показывали на бойцах прямой эфир, да, много миллионная аудитория посмотрела. Да, да. Дело в том, что у нас действительно в те добрые советские времена были хорошие боксеры, хорошие спортсмены, которые поднимали флаг Советского Союза и многие готовы поднимать флаг России. Спасибо большое вам. Удачи вам. Будем смотреть главный поединок в сегодняшнем вечере, еще впереди много интересного. Итак, Беххан Хасеев, президент бойцовской лиги АСБ, сейчас у нас был в эфире. Нулум Алиев, Зурушев, лучший ренканосор Чеченской республики, сейчас занимает свою позицию. Итак, пока мы беседовали, важная такая была беседа у нас в эфире, в прямом эфире. Все в том же ключе продолжается поединок, второй поединок, титульный поединок вечера. И это у нас третий раунд, я ничего не пропустил, как говорится. Нет, все-таки они дошли до третьего раунда, я думал, во втором раунде закончат, но чуть ошибся. Опять вязкий бой, как мы с тобой и ожидали. Ну, сейчас, наверное, вот я повторю, на фоне усталости, возможно, кто-то сэкономил силу, тот и выиграет, поскольку сейчас работа в партер перешла, здесь есть возможность на болевой вытащить или на удушающий. Ну, тут они оба умеют это делать и на болевой вытаскивать, но вот поэтому и трудно им обоим. Зная, что кто может сделать, человек, другой боец успевает ему противоставить что-нибудь, так сказать, контрмеры. И поэтому вязкий бой. Сейчас пауза пошла на пользу бойцам. Да. Редкие секунды, да, но хоть восстановиться, хоть как глоток воды. Чуть передохнуть. Два представителя столицы Чеченской республики, города Грозный, сейчас борются за пояс. За пояс номер два, да, в истории лиги ABC. За пояс номер два. Вот это семерка бойцов в Таск, скажем. Семь бойцов, которые завоюют первые пояса лиги, они войдут в историю, это будет и так понятно. Но в следующем году им надо будет защищать. Это титул. Защита это самое тяжелое. Это самое тяжелое. Все-таки Муса Азиев более активно действует в этом поединке, больше сил отдаёт и предлагает много решений, таких не может быть не очень оригинальных, но вот его предложения, да, их больше, их больше в этом бою. Да и третий раунд он начал более активно. Такое положение, как борцы с классической гравюра, да? Измотал, измотал своего соперника, сейчас Муса Азиев. Ну тут тоже, у кого больше хватит сил на последнюю минуту третьего раунда, тот и победит. Ну а пока доминирует Муса. Да, такое первое тяжелое испытание у них при раунду по пять минут. Работали они в этом формате, по-моему, еще нет. Насколько я знаю, у нас нет. Весь турнир прошел два раунда по пять минут. Ну что ж, последние секунды, можно сказать. Финальный отсчет пошел. Финальный отсчет пошел. Сейчас узнаем, что из них кто. Лоу-пиком решил из-сот поединка. Эффектная концовка, но ситуацию она не исправила. Теперь ждем. Много сил отдали бойцы. Много сил. Да, интересно сейчас кадры мы наблюдаем. Обессиленные схватки друзья. Наслаждаются сейчас глотками воды. И один поднимает другого для того, чтобы пройти к процедуре объявления победителя. Вот, пошли первые. Сейчас весь зал буквально на ногах. Да, вот первый голос из зрителей. Мажордаш очень большой. И реагаж тоже большой. Ну тут уже собираются одноклубники. Перкута, Юсупа. Клубов Перкут, Юсупа. И вот ждем, ждем, кто. Растея на печенье судей одержал победу и завоевал Кран-при вверху в полулегком весе. Рахман Туркай! Молодец, Юсупа, 60-летнего друга. Ну.